Ну и если я сейчас на чьи-то вопросы пока через свою презентацию не ответила, то я готова дополнительно ответить на вопросы. Я хочу сказать, что со мной здесь еще присутствует наш начальник управления компании СОЭК Управления по эффективности использования производственных активов Денис без зубов. Вот если будет много вопросов, то я думаю, мне поможет, мы постараемся вам на все вопросы ответить. Добрый день, коллеги, спасибо, очень интересная информация. Скажите, пожалуйста, с точки зрения методического подхода при определении области применения системы управления активами, какие применялись методы и сколько их было вот в вашей компании, потому что я понимаю, что здесь и производственные активы, наверное, в дальнейшем вы будете считать непроизводственные активы, возможно, какие-то инвестиции и так далее. Вот именно с точки зрения методического подхода. Спасибо. Вы, наверное, какой-нибудь директор какого-нибудь научно-исследовательского института. Нет. Как задали, я сразу сейчас скольником себя почувствовал, господи, какие мы методы использовали. Вот. Но на самом деле, действительно, понять, что у нас есть активы, просто вот вопрос, что называется, в десяточку. На это у нас ушло первые полдня, когда мы приступили вообще к этой процедуре. Мы не сразу смогли понять и для себя это вычленить. Но сегодня вот Чарльз рассказывал, и, наверное, это было основное. Вот то, на что в компании представляет основную ценность, да, то, что потом дает вам основной доход вашему бизнесу, на что нужно обратить внимание, ну, я считаю, вот это и нужно выделять как актив. То есть, допустим, добычной бизнес, он самый капиталоемкий, наверное, бизнес, да, такое огромное количество активов. Я вот вам раскрою цифру. В этом году мы потратим 40 миллиардов рублей на закупку нового оборудования. Можете себе представить, вот, если вы бы являлись собственником, да, как к этому относиться? Я столько денег вложила, что из этого получилось, да? То есть, понятно, что когда ты покупаешь какой-то актив, то, безусловно, нужно следить, что с ним получилось, ну, а как минимум им нужно управлять, то есть, понимать, что вот эта вот система выполнения вот всех вот этих действий, про которые я сегодня рассказывала, она есть. Поэтому мы, честно, там особых каких-то методов никаких там ни парета, ни этих приближений, ничего не использовали. Вот просто сели и совместно с консультантами стали думать, анализировать, что есть актив, вот, и как нам в данной ситуации для себя определить актив. И вот в итоге вырисовалась у нас именно такая ситуация, да, то есть, как бы, я, кстати, сегодня вот Чарльз сказал, и для меня тоже стало интересно по поводу того, что актив – это люди. Вот, ну, вот мы точно не сделали на этом акцент, а нам бы как-то вот не мешал, да, Денис, там, как бы по поводу людей. Хотя при получении сертификата вы будете активно предоставлять информацию о том, какие обучения вы проводите, как вы людей. Это, ну, тем не менее, вот, наверное, про людей нам надо, потому что у нас большое количество профессионалов, и, как бы, это вот такая тема, которая мне сегодня запала в душу из его презентации. Я так говорю, что еще актив у нас, мы хоть и полгода сидели, думали, дали определение, это оборудование, здание и сооружение. Это то, чем реально мы управляем, то есть то, что находится в зоне нашего управления. Ведь если мы возьмем активы как производство, как предприятие, да, и реально мы будем их управлять, можем точно так же получить и по ним. Мы дали определение актива, да, и дальше уже смотрели соответствие наше управление и 155.001. Оно соответствовало. То, что человек говорит, Ирина Петровна, точно так же, да, включим людей, какая разница, ну, люди тоже активы, потребляют что-то. Точно так же, люди, определим тот же актив и посмотрим соответствие управления и 155.001 или несоответствия. То есть оборудованием, зданием и сооружением мы реально управляем. Там уже столько вопросов много. Елена, спасибо, очень интересная презентация. Зарянов Константин, команда Северсталь. Три вопроса, надеюсь, маленькие будут. Первое. Ставились ли какие-то финансовые цели, когда принималось решение о сертификации? Второе. Ну, я сразу. Второе. Правильно ли я понял, что у вас сампов несколько параллельно существующих? И третий вопрос. Вот в презентации не увидел учета событий по промбезопасности, экологии, охране окружающей среды. Увязано ли это у вас в единую систему? Ага. Так, первое. Что там у нас было? Деньги хотели получить или нет? Да, деньги как премию хотели получить. Ну, что? Как поощрение за проделанное. Шучу, шучу, да. Нет, точно такой цели не ставили. Точно не ставили. И знаете почему? Потому что, мне кажется, как раз наличие хорошо работающей системы, это вот потом уже как результат у нее, да, отдача от активов и повышение этой отдачи. Но получить через сертификацию быстро, быстро какие-то отдачи, думаю, практически нереально. Вот. Все-таки это больше процесс, который вот увязывает, да, и такой как бы подтверждает бизнес-процесс наличия менеджмента у вас там, да, как бы. Ну, то есть вы не заходили через домашние охоты, полный светелым, там, отдачи через макроэкономические показатели, повышение финансового привлекания. Это консалтерские законы. Всем знаю, вы купили новые действия. Не, вы знаете, они как-то присутствуют в требованиях, вы, наверное, уже читали требования, да, вы их опишите, просто я практически уверена, что у Северстали это все в годовых отчетах есть, поэтому, но это все общие фразы, да, то есть вот говорить о том, что фигурировало, то есть, например, начиная процесс сертификации, мы хотели там на 3% или на 5% увеличить отдачу от каких-то активов, но таких целей, таких не было. Нет, 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 это да, здесь ничего такого не было, как-то прям даже не усложняли, господи, слава богу. Вот. А второй актив, извините, вопрос. А, ну, да, они у нас, ну, как отдельные документы, они у нас существуют отдельно, вот. Вот. Сам по себе, сам все равно потребуется прописать с общими принципами единый, вот. И к нему в качестве приложения уже идут цифры конкретные, утвержденные для каких-то отдельных групп оборудования, там, или еще чего-то, вот. Как-то так у нас выглядело. И третья половина числа. У нас с промышленной безопасностью, что у нас привязка, нет? Ну, если, нет, да, если вы это говорите про увязку с имеющимися другими сертификатами, нет. Услышал, да, услышал. Ну, пожалуйста. Я знаю, что у нас опасная производство, позерная и открытая добыча, конечно же, это все увязано. Вот за это отвечают чуть другие люди, промышленные безопасности, но, значит, увязано. Если мы это не увяжем, мы завтра закончим. Коллеги, быстренько еще один вопрос от Северстали, Золотов Константина. Ой, сейчас подождите, все вместе говорим сейчас. Все-таки очень бы хотелось узнать, каким образом вы убедили свой топ-менеджмент в необходимости сертификации. Как вы верно заметили, ну, это общие слова, там, политика, еще что-то такое. Конкретно, почему они решили дать вам денег на сертификацию? Значит, ну, первое. Самое главное было убедить нашего непосредственного руководителя. То есть мы ни совет директоров, ни правление как бы ни в чем не убеждали. Мы их поставили перед фактом, когда у нас были готовы сертификаты. Естественно, это уже было оценено как там, грубо говоря, победителей. Это первое. Второе. Поскольку система у нас все-таки давно развивалась и действующая была, то сумма затрат на получение сертификата у нас составила в пределах счета 4-5 миллионов. Это суммы, которые находятся в распоряжении совсем не самых топ-менеджеров, которые ты можешь, имеешь право там, да, при заключении договора использовать. Ну, это я прямо по-честному рассказала. Поэтому мы не пошли долгой дорогой согласования этого направления на совете директоров. Как только мы получили одобрение директора по производству, что дивизион производства готов пойти по пути получения такого сертификата, он готов нам оказать поддержку, мы к этому приступили, а дальше мы уже... Тогда еще один вопрос. А кто у вас подписывает политику? Кто что? Кто подписывает политику? Значит, поскольку это дивизион производства, то политику подписал директор дивизиона производства. То есть не руководитель предприятия? Не генеральный директор, непосредственно не генеральный директор. Но это вообще не предмет для обсуждения. Если это было написано как требование в стандарте, мы бы подписали на тот уровень. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . 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 где в пределах ваших зон влияния, ответственности, где вы там не будете сильно что-то выпрашивать, ходите, работаете, и все. Акционерное общество «Устерксинтез». Подскажите, вы упомянули в самом начале, что вы на начальном этапе внедрения предоставили данные для эксплуатирующих специалистов, и они были очень удивлены. Что это за данные, в каком виде их предоставляли? Интересный вопрос. Мы, на самом деле, когда писали все оборудование, естественно, когда у тебя есть классификатор, когда ты это все разложил, мы принесли тогда директора по производству и показали, вот так сейчас выглядит парк активов у нас, вот так выглядит наш парк оборудования. На что он сказал, я бы даже сказала «зоопарк оборудования». То есть он был очень удивлен, какие у нас, в принципе, есть марки. Он плохо себе представлял количество даже самых основных технологических, как бы видов оборудования, какое это количество. Поэтому вид был примерно очень похожий на ту табличку, которую я показывала по классификатору, только теперь это уже были конкретные вещи написаны. БелАЗ 75-131, вот такое количество и так далее. Потом второй поворот, когда ты то же самое раскладываешь по месту нахождения этого, ты как бы даешь табличку и говоришь, он говорит, «Ой, а где это у нас 40 единиц, это где у нас столько таких?» Это ему раз, как бы, табличку, где географически это все находится. Ну, это можно примитивно делать либо в обычных таблицах, да, но когда ты это визуализируешь, там такой фурор был. В общем, это, кстати, очень полезная информация, действительно, когда у вас зоопарк оборудования. Понятно, когда у вас однотипные, там, каких-нибудь конвейеров, пять штук одинаковых, наверное, вряд ли кого-то что-то удивит, но когда порядок идет, вот, на счет на такие 60 тысяч, когда ты активы покупаешь, начиная с 2003 года, начинаешь там, да, и еще в 2010 году докупаешь какие-то активы, когда, ну, происходит смена директоров, которые непосредственно идут и производство, и сами управляют, то, конечно, очень многое что происходит, и вот как раз с аккумулированной информацией она прям, ну, в общем, сильно выстрелила, да. Ну, кстати, вот тогда, да, тогда был очень большой проделан объем работы, вот по третьей части, которую я рассказывал, когда были, ну, то есть он увидел, что у нас в качестве активов, там какое-то количество снегоходов, каких-то катеров, там еще что-то, это все вытаскивалось, там дотошно выяснялось, это зацепило тему непрофильных активов, потому что были приняты такие управленческие решения о том, чтобы произвести, ну, вот такую, можно сказать, прям избавиться от непрофильных активов, чтобы оптимизировать, как бы, вот полностью там состав парка, там и всего остального, и мы там чего-то много попродавали, прям массовые такие продажи шли, прям почистили, очень сильно активно. Спасибо, очень интересный доклад, коллеги, очень интересно узнать, так как понятно, что процесс у вас уже начался, но еще не закончен, и будет продолжаться, я думаю, постоянно, да, уже, раз вы сертифицированы. Да, 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 скажите, пожалуйста, вот очень интересно с точки зрения результатов, да, то есть некий KPI производственный, вот вы об этом упомянули, да, что там повысить, например, используемость, загрузку использования оборудования, да, там какие-то другие показатели производственные, финансовые, вы можете как-то приоткрыть то, что не секретно в качестве результатов, потому что я думаю многим из здесь присутствующих было бы интересно конкретные результаты с точки зрения, ну, собственников бизнеса, тех же самых. Каким образом удалось уже, так сказать, обновить парк за счет того, что вы выбили неэффективное оборудование, включили новое, то есть повысить эффективность задействованного оборудования, да, то есть есть ли какие-то показатели, которых вы можете уже сейчас смело сказать? Спасибо. Да, ну, вот как раз по выведенным активам и по приобретению новых мы статистику не делали, но поскольку я вот рассказывала, что у нас в качестве общей стратегии SAMPO, да, как бы входит туда подстратегии, связанные с использованием основных групп оборудования, ну, я совершенно четко могу сказать цифры. То есть была задача до конца 2017 года увеличить коэффициент использования большегрузных самосвалов до уровня 82%. Вот, задача была выполнена, как бы, как под стратегией она была выполнена. Вот, есть, была аналогичная задача, которая касалась... Извините, а сколько изначально был процент загрузки? Изначально процент загрузки, но я вам его же средний скажу, да, вы же понимаете, что он очень разнится по регионам. У кого-то он был достаточно близко к ключевому значению, вот, но в отдельных регионах этот уровень составлял 0,65%. Нет, нет, я-то отвечу, изначально было 76% коэффициент использования. Это общий, да, общий. Общий коэффициент использования по компании. Была задача за три года подставить, поднять 0,6%. Задача, кстати, правильная. Но это не из-за ИН-155-2-0-1, а из-за управления активами. Потому что ИН-155-2-0-1, оно больше, как система управления, да. Ее так измерить нельзя. Кстати, да, это вот тоже... Система управления, как у тебя бизнес работает, твой менеджмент в управлении активами. Понятно, это необходимый элемент для того, чтобы достигать те цели, которые вы ставите. Я понял. Слово необходим. Мы без него работали и без него достигли цели. А он подтвердил, что мы делаем все правильно. То есть в соответствии со 150-2001. Кто-то может прийти, как сказал Илья Петрова, у него ничего нет. Он думает, как я буду выстраивать эти системы в менеджменте. А вот поскольку там круг, вот показал Илья Петрова, это классический круг менеджмент. Вообще ничего нечего нечего. Этот круг менеджмент должен быть управлением производственной активностью. Если вы менеджер-таланты, вы будете по кругу делать. Если без таланта, но какой-то элемент упусти. Премию зарабатывает. Ну, на самом деле, знаете, по практике, как получается, когда ты это уже сделал, когда ты осознал вот это, когда ты пришел уже к какому-то там успеху, финалу, и ты вдруг сидишь и думаешь, что мне раньше-то это было непонятно. Так часто бывает. И кажется, это настолько просто. Но я вот подозреваю, что, наверное, у многих пока состояние не сложившегося пазла это имеет место быть. Ну, вот Денис абсолютно прав. Безусловно, то есть мы много чего делали. Ну, вопрос. Ну, вот мы делаем. Вы тоже ходите на разные семинары, там, еще что-то. Но везде ли вы сумели, как бы, получить ответ, я все делаю правильно. Даже если вы ушли вперед кого-то там, да, что-то успели сделать. А может, вы лишнего что-то делать, может, вообще не нужно. Или вы слишком углубились, но совсем в другом направлении. Вот. И здесь вот эта необходимость подтверждения твоего направления правильного, да, как бы понять, а как это мир оценивает, вот какая международная практика. Ну, вот мне кажется, реально драгоуствует. Спасибо большое. Спасибо, Нейтон. Спасибо вам. Можете, кажется, приоткрыть то, что это секретно, в качестве результата. Потому что, я думаю, многим здесь присутствующий круг интересно, конкретный результат с точки зрения, ну, собственника бизнеса. У вас очень глубокий был фокус в вашем докладе на риск-ориентированный менеджмент. А что-нибудь про возможности. Ну, говорится, ну, какие возможности организация может приобрести от внедрения вот этих вот ваших методов. Спасибо. Взгляд, какие выгоды внедрения стандарта, ну, вот на мой, на мою такую оценку, как человек, который занимается этим и давно, приведение в соответствие существующей практике управления ТАИР к лучшим мировым практикам управления активами. То есть это вот состояние перехода от ремонтов к управлению активами, это некое развитие вашей системы ценностей, понимания, именно уходить от ремонтов и начинать заниматься какими-то глобальными вещами управления ценностью от активов. Опять-таки здесь много людей технических, которые занимаются ремонтами именно как ремонтами. Все-таки мы рассматриваем стандартизацию управления активами как дополнение к тем задачам, которые вы и ваша служба занимаетесь в части ТАИР, то есть обеспечения процессов техобслуживания, ремонтов оборудования. Преемственность системы, когда уходит главный механик, главный инженер, не дай бог там гендиректор, система будет работать. Она будет обеспечена внутренними аудиторами, она будет иметь некие базы данных в ваших информационных системах, то есть она будет работать независимо от людей, которые сейчас находятся на каких-то постах. Ну вот, собственно, я очень кратко хотел по шагам, которые нужно именно пройти для внедрения. А я думаю, что многих интересует, что же такое сама система управления активами, то есть как она устроена, то есть какие нужно пройти этапы, чтобы ее внедрить. Здесь четыре таких этапа подготовки к сертификации. По сути, это этапы внедрения самой системы управления активами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok